Михаил Макиянко Как бабы Яги сказку спасали Часть 2 Читатель, наверное, уже догадался, что бабулька, которая ехала в странном поезде вместе с Машей, была в сказочном лесу самая главная. Сколько ей было лет, никто не знал, так же, как никто не знает, сколько лет сказкам. Говорят, что эта бабулька жила в сказочном лесу всегда. Когда происходила какая-нибудь история, она ее тут же записывала, и в мире появлялась новая сказка. Звали эту вечную бабульку бабушка за бабушкой. Обыкновенные бабушки, рассказывающие своим внукам и внучкам сказки, даже не подозревают, что это бабушка за бабушка, через них разговаривает с детьми. Я бы мог вам много рассказать про эту бабульку, но думаю, что вам не терпится узнать, что же происходило дальше с бабами Ягами, Машей и Макеем. Давайте вместе перелеснем страничку. Глава первая. Бабы Яги испытывают Макея. Отдав Машу в руки Кащея, бабы Яги вернулись в лес, вышли на полянку и стали думать, что им делать дальше. Пока все идет хорошо, сказала старшая. Маша у Кащея томится, Макея на подвиги стремится. Средняя сестрица, небось, уже на печи валяется. Нам не мешается. А дальше-то что? Спросила младшая. Дальше? Дальше, ну... Старшая сама не знала, что им делать дальше. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, сердито сказала она. Хлопнув себя по лбу, она внезапно воскликнула. А дальше вот что. Макей скоро тут должен пройти. Ты сейчас превратишься в Машу и будешь его ждать. Когда Макей придет, скажешь ему, что ты есть его Маша и его разлюбила. Пусть к себе возвращается. Посмотрим, что из этого получится. А ты? А я еще чего-нибудь придумаю. Давай, превращайся. С этими словами старшая баба Яга скрылась в лесу. Младшая не любила превращаться. Особенно не любила превращаться в птиц. Тело начинало сжиматься, вырастали перья, но становился твердым и вытягивался вперед. От этого разливалась боль сразу по всему телу. Поэтому идею старшей сестры она восприняла без особой радости. Одно успокаивало, что она, немножечко потерпев, сейчас станет молодой и красивой. Некоторые женщины не такое терпят, чтобы моложе выглядеть, подумала младшая. Зажмурившись, она четко и ясно представила Машу. Затем произнесла заклинание. Баба Яга открыла глаза, подошла к большой лесной луже. Из лужи на нее глядела красавица Маша. Ну вот и славненько, сказала она и вдруг насторожилась. Русским духом пахнет. Макей идет. Яга забегала по полянке, не зная, что делать. Потом сообразила и, фальшиво запев, стала собирать цветочки. Макей узнал Машу сразу. Он бросился к ней, но что-то его остановило. Маша собирала цветы, как-то неестественно подпрыгивая, и все время косилась в его сторону, распевая какую-то дурацкую песенку. Маша, это ты? Неуверенно спросил Макей. Ну я? Чего тебе надо? Маша, это же я, Макей. Ты что, не узнаешь меня? Он хотел обнять ее, но что-то ему мешало. Узнаю. Ты мой жених, сказала младшая и добавила. Бывший. Как это бывшая, опешил Макей. Что с тобой, Маша? Ничего. Младшей очень нравилась ее роль. Разлюбила я тебя. Отлетела прежняя любовь голубем, и новая в сердце дятлом застучала. Завтра у меня свадьба. И она снова запрыгала на лужайке. Какая свадьба? С кем? С Кащеем. Он мне полцарства обещал. Баба-яга заломила руки и с надрывом, как это делают плохие актеры в плохих театрах, прокричала. Уходи, Макей! К своим боевым товарищам. Не мешай мне цветочки для свадебного венка собирать. Ничего не понимаю, пробормотал Макей. А чего тут понимать? Он хоть с виду и противный, зато богатый. Я теперь во дворце жить буду, а ты ступай к себе, в казарму. Между нами все кончено, гордо сказала младшая баба-яга. Макей остановился как вкопанный и пытался понять, что происходит. Такой Маши он никогда не видел. Может быть, это так повлиял на нее сказочный лес? Первый раз в жизни он не знал, как быть. До того растерялся. Он все же подошел к ней, взял за руку, заглянул в глаза и тихо сказал. Я люблю тебя, Маша. От этих искренних слов баба-яга вздрогнула. Макей это заметил. Вспомни, как мы мечтали о будущем. У нас будет своя квартира, родится мальчишка, я буду работать, а ты дома, по хозяйству. Младшая баба-яга покраснела. У нее было такое ощущение, что она подслушивает чужой разговор. Я передумала, сказала она и вырвала свою руку из горячих ладоней Макея. Пока у нас квартира будет, я состарюсь. А у Кащея целый дворец, сто трехкомнатный. А ты помнишь мои цветы? Я всегда дарил тебе одну белую розу. Макей нежно обнял ее за плечи. Баба-яга аж затряслась. Роза стояла долго-долго, а когда засыхала, ты ставила ее в вазу к другим таким же розам. Как ты берегла этот букет? Ну, не убивайся ты так. Прилепетала младшая, и отодвинулась. Макей сел на траву и закрыл лицо руками. А помнишь, как мы с тобой познакомились после выпускного вечера в белые ночи? Мы учились в разных классах и только иногда виделись на переменах. После выпускного вечера все пошли гулять по Питеру, а я почему-то пошел к Литейному мосту. Ты стояла у парапета и смотрела, как разводят мосты. Ты была одна, трогательная и беззащитная, у этого громадного поднятого моста. Я подошел. Ты молча взяла меня за руку, и мы бродили всю ночь по пустому городу, не говоря друг другу ни слова. Мы целовались и плахали от счастья. Все! Крепнула баба Яга сквозь слезы. Не могу ей больше, не Маша я! Сказав это, она закрутилась волчком и приняла свой прежний вид. Макей вскочил на ноги, очумело глядел на нее. Я младшая баба Яга, сестра той, которая тебе клубок дала. Схлипнула младшая. Макей понял, в чем дело. Ну не плачь, успокойся. Баба Яга еще пущей заревела. Оставь слезы! Скомандовал Макей. Отвечай, где моя Маша? Она тут же перестала плакать. Выдерла передником лицо и с воодушевлением сообщила Макею то, что он уже знал от средней сестрицы. Красная девица твоя, Макей, в замке Кащеевым томится. Выручать тебе ее надо. Так что же ты мне мешаешь, карга старая? Так положено, иначе сказки не будет. Вдруг в лесу раздался страшный треск, и на поляну выскочил заяц размером с большую собаку. За ним вылетела средняя баба Яга. Лицо у нее было расцарапано, глаза горели, охотничьим азартом. За спиной болтался вещмешок. Если бы Макей не отпрянул в сторону, тут бы сказка и кончилась. Заяц скакал огромными скачками, как кенгуру. Средняя взлетела вверх и коршуном пала на зайца. Средняя баба Яга поднялась на ноги, держась за спину. Только она хотела поднять распластанного зайца, как из него вылетела утка, и полетела над лесом. «Стой, мерзавка!» — крикнула средняя. Утка сердито крякнула и прибавила ходу. «Ты чего, с ума рехнулась?» — крикнула младшая Яга. «Мы тут делом занимаемся, а она со зверями в пятнашки играет». «Какие пятнашки!» — попыталась оправдаться средняя. «Да в такие! Вон, от зайца одно пятно осталось!» «Я вам потом все объясню! Некогда мне!» Средняя снова уселась на метлу, Макей мешочек свой забыл. Бросила Макею в вещмешок и улетела за уткой. «Чего это она?» — спросил солдат. «А кто ее знает? Она у нас с придурью!» Макей развязал свой вещмешок и вытащил оттуда волшебную тарелочку и книгу. «Это ваша?» — спросил он и протянул вещи младшей бабе Яге. «Ой, тарелочка! А давай посмотрим, что сейчас твоя Маша делает!» И младшая стала катать яблочко по тарелочке. На дне тарелки появилась уже знакомая солдату рожа Кащея со следами пощечин. «Маша!» — злобно говорил Кащей. «Я тебя в семнадцатый раз спрашиваю. Пойдешь за меня замуж?» В тарелочке появилась Маша. «Никогда!» «Выйди из темницы и закрой решетку с другой стороны!» И она залепила Кащею звонкую оплевуху. «Ну хватит!» — рявкнул Кащей. «Знай, голубушка, если до захода солнца ты не согласишься, то превратишься в камень!» «И будешь стоять к камню, пока смерть моя не придет!» Радостно добавил. «А она не придет никогда! Я бессмертный!» «Вот придет Макей! Посмотрим, какой ты бессмертный!» Чуть не плача сказала Маша. «Не придет! До захода солнца недолго осталось! Подумай!» Кащей вышел из темницы, изображение исчезло. В траве что-то зашевелилось и оттуда выпрыгнул клубок, приглашая продолжить путешествие. Макей взглянул на солнце, закинул за плечи вещь мешок, поправил автомат и молча зашагал за клубком. «Только бы успел!» – прошептала младшая баба-яга. Она вспомнила, как лет двести назад в нее влюбился злый день. Вспоминать, правда, особенно было нечего. Он подарил ей тогда связку сушеных крыс и пригрозил, что если она не ответит ему взаимностью, то он их избушку спалит. Странное объяснение в любви, но ей было приятно. Старшая тогда этого ухажера по всему лесу гоняла, чуть не прибила влюбленную беднягу. «Ой, ему же еще со старшей сестрой встретиться предстоит, а она женщина-девушка серьезная». «Боюсь, сказка наша может плохо кончиться. Помочь солдату надо». И она бросилась вслед за макеем. Вдруг лужа, в которую, как в зеркало, еще совсем недавно смотрелась младшая баба-яга, забурлила. Вспенилась и оттуда вылезла лихо. «А солдатик-то настырный», — пробормотала она. «Боюсь, эта сказка может хорошо кончиться. Помочь Кащею надо. И есть у меня для него подарочек». Сказочный лес зашумел, как бы просыпаюсь от долгой спячки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok